Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков SwissQuot». В рамках этой передачи мы смотрим на платформе MetaTrader 5 от SwissQuot банка, какие торговые идеи можно реализовать, на чем можно заработать. Давайте посмотрим, что интересного прямо сейчас на рынке. И начнем, как обычно, с евро-доллара, коллеги. Мы с вами утром прогнозировали его снижение, что состоялся выход из треугольника, сделали ретест и снижение движения вниз. В качестве цели мы называли 1.06.57. Вполне себе эту цель можно попытаться отработать. Ну, не одним днем, но в течение недели, мне кажется, можно посмотреть. А сегодня просто движение до того уровня, докуда дотолкают. Мы торгуем интродэй, поэтому сегодня вниз, да. 1.08.15 в моменте. Фунт, доллар, коллеги. Мы с вами утром нарисовали, посчитали, что может быть здесь у нас какой-то торговый диапазон, может быть даже какая-то двойная вершина. Поэтому ждем, что фунтик сегодня вниз, и он вниз движется. Вполне себе в качестве цели. С текущей 1.23.68 в качестве цели 1.22.85 вполне себе вижу на сегодня. Ну и до конца недели мы план определенный наметили. Ну, тут даже не до конца недели, а здесь на 2-3 недели, наверное, может получиться. Ну, поскольку торгуем интродэй, то фунт вниз сегодня основная цель. Доллар и иена, конечно, ждем наверх. Он прошел большой путь. Как вы знаете, он у нас куплен был достаточно давно. Вот. Ну, потихонечку, потихонечку к верхней границе этого торгового диапазона на 1. Ассори. 107.77 он идет. И мы свою удачу здесь дождемся. Три семерки подряд. 107.77. Ну, нам цель ближайшей гораздо скромнее. Поэтому, надеюсь, все-таки сегодня в течение дня какой-то тейк профит нам дадут. Ну, в правильном случае завтра. Небольшой тейк профит мы поставили закрыть эту позицию, поскольку движение с доллара и иены вниз, при том, что доллар по всем остальным инструментам рос, был до нас с неожиданностью. И вот сейчас мы просто пытаемся выйти из сделки, которая пошла не так, но с каким-то минимальным плюсом. Поскольку сильно вниз не пустили, то высидеть яйцо, я считаю, можно. Усредняться уже нет смысла. Мы усреднялись дважды. Вот. Ну, за счет этого и получили чуть пониже, так сказать, наш тейк профит. Поэтому надеемся. Да, доллар иена наверх. Доллар-жамп. Также ждем наверх. Его здесь ближайшей целью может служить 0.9756. Поэтому, коллеги, кому интересно, добро пожаловать. Далее, друзья. Доллар, канадский доллар. Тоже наверх. Причем здесь мы с гораздо более низкого уровня начинаем движение. 1.4190. Вполне себе делегитимная цель. Не на один день, но как направление движения. Вполне себе. То есть три раза мы постучались вчера. Вернее, сегодня уже практически постучались в 1. 0.3878. Ну, и здесь не надо вымерять миллиметры. Развернулись. Идем наверх. Австралийский доллар. Жду вниз. Та же история, только наоборот. Ударили сверху в сильную зону сопротивления, которая называется 0.6550. И все, и пошли вниз. 0.6558. И идем вниз на 0.6394, коллеги. Да? Слушайте, у нас трендовый день. Доллар, турецкая лира еще более трендово выглядит. Ударились в нижнюю границу восходящего тренда. Мы отталкиваемся и ждем его наверх, конечно. DAX. DAX минусует. На мой взгляд, фондовый рынок вместе с долларом может расти. Но вот DAX в моменте минус. Я бы его не брал, поскольку рискованно. Но тренд наверх вижу. S&P 500. Та же история. Тоже ждем наверх. Он с утра наверх прогулялся, но отскочил. Нет, жду наверх, несмотря ни на что. Золото тоже может расти вместе с долларом. В легком плюсе в моменте 17.04. Я бы не продавал. Смотрит наверх. Серебро. Серебро, смотрите, мы ждали наверх. Он немножко прошел этот инструмент, но остановили его. Стоит на открытии 15.45. Даже в легкий минус зашел. Так, вроде бы, в хаи не ударили, но мне кажется, еще должны пройти наверх. Но сам бы не заходил. Нефть сегодня смотрит вниз. 23.91. Днем были в середине торгового, открылись в середине торгового диапазона. Утром тоже там стояли. А сейчас развернули вниз. 23.93. Июньский контракт WTI. Ну что, ем по тренду, продаем. Хотя монета показала бай. Та же история июльский контракт WTI. Идем вниз. 25.25 в моменте. Но нет каких-то решительных прогулок. Прямо так. Но смотрим вниз. Та же история по бренду. 29.94 в моменте. Тоже смотрим вниз, коллеги. Покупать, мне кажется, рискованно. Натуральный газ. А вот натуральный газ, который мы утром хоронили, он наоборот нарастил положительные, так сказать, свои завоевания. 1.825 в моменте. По нефти мы были нейтральными с утра. А по газу в отрицательными. Так вот, нефть нарушила нейтральность, ушла вниз, а газ пошел наверх. Ну что-то не верю я в газ. Вот серьезно. Ну, посмотрим. Доллар китайский июань. Пошел в рост. Пошел, был с утра в минусе. Сейчас пошел в рост. Да, коллеги. Доллар пошел в укрепление. Если по юаню он пошел, то, само собой, он пошел и по рублю. 73.72 в моменте. Да, коллеги. На сегодня пока перспектив победы над долларом не видно. А вот натуральный газ единственный, к моему большому удивлению, удивил. А вот кто что думает по натуральному газу? Давайте обсудим с вами. Кто что думает по натуральному газу? Ну, это интересно. Он идет, по сути, против рынка, вы понимаете, да? Против рынка. Рынок на долларе растущий, а тут натуральный газ, который котируется в долларах, вдруг решил, плюс ко всему в условиях кризиса коронавируса и так далее, решил расти. А вдруг это начало общего разворота? Давайте это обсудим сегодня в течение дня обязательно. Все, друзья, спасибо всем большое за участие в этом эфире. Это был обзор рынков SwissQuot. Напомню, что SwissQuot банк – это швейцарский банк, который очень активно котирует на финансовых рынках и на чьей платформе мы рассматриваем обзор рынков в 12.00 по Москве. Спасибо, друзья. Всем удачи, хорошего настроения.